Саубезон рассмотрит пятницу ситуацию с повреждением северных потоков. СМИ звучат обвинения в совершении диверсии в адрес Украины, США и даже России. В Германии считают, что все обстрадавшие нитки станут навсегда непригодными, если туда попадет много соленой воды. Кому выгодна предполагаемая диверсия и как ее могли организовать? Что произошло с северными потоками? Повреждение сразу трех ниток трубопроводов – это результат диверсии. В этом не сомневаются военные специалисты, об этом уже осторожно говорят политики. Называются примерные сроки, когда из труб выйдет весь газ, но пока не обсуждается условие возможного ремонта. Евгений Перичук подробнее. Протяженность северных потоков около 1200 километров, и все три точки с повреждениями рядом у острова Борнхольм, в исключительной экономической зоне Дании. Сначала фиксировали падение давления, потом сейсмологи заявили о взрывах. Видеосъемка с места зафиксировала. Газ вырывается на поверхность с большой мощностью. Варианты землетрясений и повреждений от якорей, проходящих мимо судов, отмели сразу, и вариант диверсии для военных специалистов и операторов-аналитиков быстро стал основным. Действительно трудно себе представить, чтобы пробоины одновременно в трех местах возникли без участия человека. Сейсмологи оценили примерную силу взрыва. Эквивалентен подрыву 100 килограмм динамита. Хотя съемку непосредственно пробоин пока еще никто не сделал. Возможно, записи скоро появятся. Первые спецсуда направлены в места аварии, а утечка газа должна сама собой прекратиться к концу недели, посчитало Датское энергетическое ведомство. Если была диверсия, то как ее осуществили технически? Сложных и высокотехнологичных приспособлений здесь могли и не использовать, считают эксперты. Трубы северных потоков в этом районе залегают на глубине 45-50 метров. Это стандартная работа подготовленного водолаза. Могли использовать и простые аппараты для спуска взрывчатки, считает председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин. Даже если было какое-то механическое случайное повреждение, то взрывов бы не было. Разлом трубы и выход газа – это не взрыв. Значит, обе трубы были подорваны. Это действия диверсионных сил. Корее всего, это боевые пловцы. Глубины порядка 150 метров позволяют им работать на таких глубинах. Аппараты есть, которые позволяют работать и на гораздо большей глубине, или установить заряд, и, как говорят, мощностью до 100 килограмм тротила, для них, наверное, тоже не представляется какого-либо труда. Это диверсия. И диверсия хорошо спланированная. Для меня это очевидно. Если кто-то думает, что вдоль трубы, которая идет по дну Балкийского моря, через каждые 100 метров поставлен охранник, то это далеко не так. Труба просто проложена по дну моря, и никакой специальной охраны там не предусмотрено. Однако специалисты обращают внимание, что подобные объекты всегда означаются датчиками контроля и мониторинга. Как раз так и зафиксировали падение давления и утечку газа. Не зафиксировали только тех, по чьей вине возникли пробоины. Вариантов, кто мог бы это сделать, масса. Это выгодно Польше, которая как раз на днях запустила Балтик Пайп из Норвегии. Трубу называли альтернативой Северному потоку. Выгодно Украине, чей трубопровод последний, по которому российское топливо идет в Центральную Европу, и вокруг которого продолжаются судебные тяжбы Газпрома и Нафтогаза. Выгодно США, которые всегда были против потоков. В европейском и американском медиаполе обвиняют Россию. Дескать, удобный способ обрубить все концы и в преддверии зимы усилить напряжение в Европе. Москва все обвинения отвергает. Страны пока не обсуждают важного момента. Сроков, стоимости и вообще целесообразности возможных ремонтных работ. Медлить нельзя. Прорванные трубы быстро уничтожат коррозия. Удачный момент. Для европейцев сказать о проектах Северных потоков не больно-то и хотелось, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Проблемы с Северным потоком повышают значение украинского транзита. Украина приобретает какой-то дополнительный козырь для торга Европейским Союзом, но также и с Российской Федерацией. Можно сказать, что от проблем с Северным потоком косвенно выигрывают Соединенные Штаты. Проблемы такого рода, безусловно, повышают заинтересованность Европейского Союза по увеличению закупок американского сжиженного газа. Можно предположить, что в Европе есть силы, которые хотели бы таким образом поставить Россию перед необходимостью вообще свернуть поставки газа в Европу соответствующими финансовыми издержками. Теоретически интересантов может быть много. Но вот можно себе представить сейчас сценарий, при котором трубы все-таки будут восстанавливать, ну так сказать, всем миром всей Европы развернут ремонт, будут деньги выливать. По крайней мере, на данный момент, вот каких-то сигналов, которые бы свидетельствовали о том, что европейцы хотят срочно что-то менять, насколько я знаю, не поступило. Немецкая Бильд пишет, что это русские взорвали трубы при помощи подводного спецподразделения ГРУ. Таймс со ссылкой на источник в Британском Минобороне, что русские запустили подводный беспилотник Камикадзе. Другая, самая популярная версия, это украино-американский след. Круг подозреваемых у зарубежных аналитиков, в общем, не очень широк. Пока одни газеты пишут, что оператор потоков не исключает возможности ремонта, другие, со ссылкой на немецкие службы безопасности, что потоки навсегда останутся непригодными. Шведская служба безопасности объявила о начале расследования инцидентов, а Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Первый акт инфраструктурной гибридной войны. Генпрокуратура возбудила дело после повреждений на трех нитках северных потоков, а в результате на России причинен значительный экономический ущерб. В российском МИДе требуют ответить, реализовал ли Байден свою угрозу покончить с северным потоком. Какие последствия будет иметь то, что произошло на дне Балтики? Диверсия против северного потока как первый акт инфраструктурной гибридной войны. Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма после повреждения на газопроводах северного потока. Веновство сообщило, что в результате умышленных действий России причинен значительный экономический ущерб. А в МИДе заявили, что президент США Джо Байден теперь обязан ответить, реализовал ли он свою угрозу покончить с северным потоком и имеет ли США отношение к аварии. Какие политические последствия будут иметь происшествия на дне Балтики? Комментарий Георгия Бовта. По горячим следам после подрыва двух газопроводов с северный поток на Западе звучали отдельные голоса, которые, рассуждая о разных версиях и мотивах, стоящих за диверсией, даже успели поздравить Америку с тем, что она, наконец, уничтожила российский проект, с которым боролась еще до начала военных действий на Украине. Эти несдержанные оговорки стали поводом для МИД России вспомнить о том, как 11 февраля текущего года Байден действительно говорил, что северный поток будет уничтожен, если Россия вторгнется на Украину. Однако довольно быстро линия поведения в Европе стала выправляться. Большинство рассуждений европейских политиков сейчас так или иначе крутятся вокруг мысли о том, что за диверсией непременно должна быть рука Москвы, просто потому, что ее не может не быть. Осталось только это доказать и уяснить мотивы таких действий. Пока ни того, ни другого не просматривается. А если рассуждать согласно еще заведенной древними римлянами логике, а именно отталкиваясь от того, кому это выгодно, то сразу напрашивается целый ряд тезисов, на которые в Европе сейчас наложен табу. Потому что чисто теоретически это выгодно, например, Украине, через которую еще сохраняются поставки газа в Европу и которая ранее не раз выражала недовольство тем, что Германия сохраняла экономические отношения с Россией на базе импорта газа. Но на Украину, разумеется, никто пальцем показать сейчас не посмеет. Опять же, теоретически, диверсия выгодна полякам, которые перестали покупать газ у Газпрома и стали покупать у норвежцев. И которые тоже критиковали Берлин за сохранение остатков экономических связей с Москвой. Можно еще найти много тех, кому было бы выгодно, чтобы северного потока не стал. Да хоть тем же норвежцам, которые теперь вышли на первое место по объему газовых поставок в Евросоюз, обойдя Газпром. Наличие выгоды у кого-либо, разумеется, не означает, что этот выгодоприобретатель и есть диверсант. Пока для конкретных обвинений нет доказательств, а есть лишь домыслы. А домыслы политически безболезненно в ЕС можно выдвигать именно против Москвы. Рациональные мотивы России в разрушении структуры, на строительство которой были потрачены миллиарды долларов, пока не просматриваются. Разве что если предположить, что такими диверсантами полностью овладел деструктивно-суицидальный синдром. И они все руководствуются лозунгом «Сгорел сарай, гори их ад». Но в этом нет прагматики. К тому же уничтожение трубопровода выбивает, по идее, из рук Москвы тот самый козырь, злоупотребление которым ее обвиняет Европа. Мол, идет газовый шантаж. Но теперь, раз нет трубы, нет и шантажа. Вопрос закрыт. А через турецкий поток, на юге или через Украину, российский газ преимущественно идет тем странам, с которыми она и так не хотела бы портить до конца отношения. Запущена версия, которую публикует британская «Таймс», согласно которой коварные русские еще несколько месяцев назад спланировали подрыв газопроводов, отправив на место подводный дрон с взрывчаткой. При том, что несколько месяцев назад перспектива полного прекращения поставок по северному потоку еще не вполне была обозначена. Почти очевидно, что расследование, проводимое европейцами, будет направлено на то, чтобы найти хотя бы какие-нибудь подтверждения версии причастности русских к диверсии. Все остальные версии заранее отпадают по политическим причинам. В немецкой и американской прессе в таком контексте, создаваемом двусмысленными заявлениями-намеками лидеров ЕС и НАТО, в том числе о некой неуточняемой активности русских в Балтийском море, появились утечки, указывающие, что еще несколько недель назад разведка США якобы предупреждала Берлин о возможности диверсии против газопроводов как части энергетической войны. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром», являющийся собственником газопровода, будет настаивать на участии в расследовании. Однако представить себе такое в нынешних условиях санкционного противостояния затруднительно. Зато легко можно представить, что диверсии против критически важных объектов инфраструктуры отныне могут стать неотъемлемой частью современной войны, гибридной войны. Причем диверсия против газопровода с экономическим ущербом не на один десяток миллиардов долларов, совершенная сравнительно легко и явно совсем не задорого, может подтолкнуть участников военных конфликтов ко все новым и новым подобным атакам. Против трубопроводов, мостов, теплоэлектроцентрали, атомных электростанций, наконец. Противостоять им военными методами в условиях насыщенности современной экономики такими критическими объектами практически невозможно. Не хватит никаких армий. Урегулирование инфраструктурно-гибридных войн может быть только политическим или не быть никаким с перспективой нанесения опустошающего ущерба экономикам задействованных в таких конфликтах стран. Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов «Северный поток». Началось следствие, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию Дании о ЧП на «Северном потоке», как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа. Оператор «Северного потока» компании Nord Stream сообщила, что ЧП на газопроводах в беспрецедентные сроки ремонта оценить невозможно. Европейские страны начали расследование утечек газа на нитках «Северного потока», сообщает CNN. Некоторые официальные лица стран Европы называют эти инциденты диверсией. Эксперты такой версии не исключают, но подчеркивают, что выводы делать пока рано. Крис Лиекас. Во вторник европейские страны поспешили начать расследование необъяснимых утечек газа на двух российских трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря недалеко от Швеции и Дании. Эти объекты инфраструктуры оказались в центре энергетического кризиса после того, как Россия начала военную операцию на Украине. Некоторые официальные лица из европейских стран заявили, что вероятной причиной является диверсия, а построившая эти трубопроводы Россия не стала исключать такую возможность. Норвежский министр нефтеэнергетики Тирьясланд во вторник заявил, что первоначальная информация об утечках газа указывает на диверсионные акты. Шведский премьер-министр Магдалена Андерсон и ее коллега издания Митте Фридериксен сказали, что этот инцидент, скорее всего, носит преднамеренный характер, однако исключили возможность военной угрозы. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал в Москве репортерам, сейчас нельзя исключать никакие варианты. Два трубопровода стали очагом напряженности в усиливающейся энергетической войне между европейскими столицами и Москвой. Эта война нанесла мощный удар по ведущим западным экономикам, взвинтив цены на газ и спровоцировав охоту на альтернативные поставки энергоресурсов. Как заявил оператор трубопровода компания Nord Stream Ag, в настоящее время невозможно сказать, сколько времени потребуется для восстановления газотранспортной инфраструктуры. В опубликованном во вторник вечером заявлении оператор отметил, что падение давления в трубе указывает на физическое повреждение. Немецкие, датские и скандинавские органы безопасности внимательно следят за утечками в Балтийском море и расследуют их причины, о чем рассказал министр экономики Германии Роберт Хаббек. Он также заявил, что происшествие не повлияло на поставки энергоресурсов в его страну. Ранее морская администрация Швеции опубликовала оповещение о двух утечках на трубопроводе Северный поток. 1. Это произошло вскоре после обнаружения утечки на соседнем трубопроводе Северный поток. 2. Серия утечек. В момент обнаружения утечек ни по одному из трубопроводов газ в Европу не перекачивали. Однако эти инциденты развеяли все остававшиеся надежды на то, что Европа до прихода зимы сможет получать газ по Северному потоку. 1. Повреждения, произошедшие одновременно на трех ветках морских газопроводов системы Северный поток беспрецедентны, заявил сетевой оператор Nord Stream EG. Пока невозможно оценить, сколько времени потребуется для восстановления газотранспортной инфраструктуры. Ни один из этих трубопроводов не работал, но в них находился газ под давлением. Министр энергетики Дании Дан Ергенсен в своих письменных комментариях отметил, что утечки газа в Северном потоке 2 были обнаружены в понедельник на участке между Россией и Германией. Подконтрольная Кремлю компания «Газпром», являющаяся монополистом в области российского газового экспорта, от комментариев отказалась. Россия.